Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Розе и это обновление и ивенты или ивенты и обновления. Начнем с первого ивента, месте на поиске приключений. До 8 марта пройдет ивент, в период проведения ивента после успешного прохождения группового подземелья можно дополнительно получить сундук заслуг группового подземелья. Видимо добавились новые подземелья, дополнительная награда. Шанс награды 100% шанс получения, реликвия энергии 5 штук, ордена славы 300 штук, кристалл 100 штук, улучшенный кристалл 10 штук. Очень неплохо. Положительный эффект. До 8 марта во время проведения ивента в каждом городе башни дерзости, руины Беоры, холм храма Зепара, появляется NPC, дарующая эффект статуи пламени вечности. Можно получить баф на 4 часа, весь урон плюс 3, точность плюс 1, шанс двойного урона плюс 1. Подарок из замка Аден. До 8 марта в 12 часов по почте будет отправлен подарок. Но тут мы видим, что подарок будет приходить в 21.00. Ну это нормально. Мне кажется в 12 часов. Подарок будет храниться в 6 часов. Это такая загадка, загадка. Когда же придет подарок или вечером, или утром. Узнать очень легко. Энергия НХСа, 1000 единиц. Мешочек для приключений в замке Аден. Мешочки будут расходники. Дальше нам поможет обозревать ивенты МАХ, который был сделан специально для контента. МАХ без доната. Он сам за свой счет пытался развиваться, но это было очень сложно. Как бы без доната очень сложно развиваться в этой игре. Продолжим. Джа! Джа! Так, что мы видим? Финальная награда ежедневного бонуса это карта испытаний героического. От редкий до героический. Также мы видим, что сразу же первый день. Ежедневный бонус дается по дням. Давайте посмотрим, что в первом дне будет. Видим, что кристалл души высокого качества 11 раз. Кристалл обычный и героический. Также чистый эликсир. Зелье развития. Зелье пробуждения среднего качества. Кристалл. Улучшенный кристалл. Тут уже карта от редкого до героического испытания. 300 тысяч Адена. Очень круто. 50 тысяч Сосок. Очень круто. Фрагмент рецепта создания редкого оружия. Позволяет получить случайный редкий класс. Ооо, вот это конечно 2 дня такое. Карта класса высокого качества 1 раз и Агатиона. Конечно появился новый браслет. Браслет Веры. Могли бы дать его, но конечно они его не дадут. Они дают браслет Берсерка. Дыхание Сахи. Камень Жизни. Камень Души. Блосовенная Святая Вода. Блосовенная Святая Вода Энхасад. Очень крутой предмет, который дает опыт и пополняет энергию Энхасад. Применяется с 50 уровня. Позволяет получить танк. Дивный сундук улучшения оружия. И дивный сундук улучшения доспеха. 2 сундучка. Ну и финальная награда. Карта испытания героического класса. 1 раз. Вот подвезли наконец-то ежедневную награду достойную. Я наверное куплю на разе. Но конечно очень дорого. 1500 алмазов. Как бы никак. Но финальная награда тут мы видим. Позволяет получить случайный героический класс. Это очень круто. Краска такое. Знаки поручения. Ордена Славы 100 тысяч. Сундук с пособием. Сундук с руной. Тоже очень приятно. Кошачья банда. 11 раз. Очень круто. Очень жирно. Кристалл души. Высшего качества. 11 раз. Карты класса вечности. Высшего качества. 11 раз. 2 штучки. Зелье пробуждения. 1000 единиц. Такой же бутыль. Благословение. Святая вода. Энхасад. И также дают реликвию. Энхасад ежедневная. С которой мы можем создать. Такие же бутыли. Пока не закончатся пропуски. Ежедневно можно создавать. Еще 2 бутыля у таких. Очень жирная ежедневная награда. Очень крутая. Но стоит 1500 алмазов. Продвижется до 22.03. Это ежедневная награда. Также видим. Добавили обычную ежедневную награду. Где ежедневно дается бонус. В виде 1000 энергии. Энхасад. Финальная награда. Это карты. Высокого качества. 6 раз. От обычного до героического. Первый день. Мы видим. Эликсир наследника. Пир наследника. Святая вода. Наследника. Холодный синий шар. Баф. Урон водой. Плюс 3. Расходнички. Видим по дням. Знаки поручения. Кристаллы. Кристалл души. От обычного до редкий. Карта агатена. От обычного до героических. 6 раз. Реликвия энергии. Ивент. Магический пергамент. Опять расходнички. 1000 ордена славы. Улучшенный кристалл. Кристалл души. 6 раз. От обычного до редкий. Реликвия энергии. И чистый эликсир. Ну и финальная награда. Карты. Высокого качества. 6 раз. Дальше у нас получается пропуск раскаленных топий. В пропуске вы проходите разные задания. В виде модифицировать. Разобрать предмет. Выполнить особое задание. Поведа над боссом группового подземелья. Групповые подземелья. Премиум награду. Вы будете дополнительно еще получать энергию энхасад. Ордена славы видим. 1000. 1500. 2000. 3000. И финальная награда. Если вы выполните все задания. 10000 виталочки. По обычной пройдемся. Видим первый день. Мешочек с расходничками. Свиток битвы. Карта агатиона. От обычного до редкий. 6 раз. Мешочек сияющей антикварной вещью. Знак поручения. Мешочек для приключения. Опять расходники. 2 свитка модификации. Доспеха. Карта класса 6 раз. Обычный и редкий. Мешочек с сияющей антикварной вещью. Знак поручения. Расходнички. Свиток модификации. Оружие. Тут уже повкуснее. От обычного до героических 6 раз. Карта высокого качества. Агатион. Мешочек с антикварной вещью. Знак поручения. Опять расходники. 20 очков пробуждения. Карты класса высокого качества. 6 раз. Антикварная вещь. Чистый эликсир. Сезонный пропуск. Lineage 2 Mobile. Теперь перейдем к обновлению. 22 февраля. Добавлена система преображения классов. Используя лишние классы. Можно сменить карты прежних классов. На переображенные классы. Чтобы использовать функцию. Откройте главное меню. Потом окно классов. Затем выберите класс. И нажмите кнопку преображения. Преображение доступно для героических классов. И классов более высокого ранга. Информация о переображении классов. При преображении классы выступают в качестве материала. От ранга класса, который должен преобразиться, зависит и ранг класса. Который можно использовать в качестве материала. Ранг в качестве материала. Это легендарный, мифический. Легендарный, мифический, так и легендарный и героический. Героический, можно повторные карты. Очень интересное преображение. Я получу плюс 2 интеллекта, это плюс точность и плюс 1 урон. Очень интересно как это работает, я пока не хочу ничего преображать. Я хочу посмотреть разные ролики, я уверен это уже давно сделано. Как бы то, что Lineage 2 Mobile не вчера вышло. Героические дают 50%, если синенькие. Если возьмем синенькие, синенькие всего по 5%. А, также смотрите, первый уровень преображения. Не только мне даст 2 интеллекта, но также он за счет преображения в определенной степени усиливает сопротивление контроля. И также возрастает скорость атаки и скорость магии. Идем на 5% и на 10%. От качества использованного материала зависит шанс успеха преображения. Можно блокировать карты, и их нельзя использовать в преображении. При неудаче преображение применяется шанс компенсации. Зависит от неудачи. Существует максимальное значение шанса компенсации. Шанс компенсации от неудачи сохраняется до тех пор, пока преображение класса не пройдет успешно. Если преображение проходит успешно, способности класса усиливаются. Классы, использованные в качестве материалов для преображения, восстановить нельзя. При успехе преображения уже нельзя сменить профессию на ту, что было до преображения. То бишь у нас появляются теперь дополнительно коллекции новых преображенных классов. Видим Каспар, Тарка из всех преображений мне дадут урон от посоха плюс 2. Но чтобы преобразить карты класса, нам нужны повторки, и у вас должны быть эти герои. Вот такие вот нововведения. Добавлены новые классы. Добавлено 2 новых легендарных класса, 6 героических классов и 3 редких. Легендарный человек-муж. Кинжал, двуручный меч. А где нам должен править истинный король? Следующий легендарный герой, сараф. Парные мечи, орб. Не, ну вообще чётенькие такие, ну... Если брать по пятибалльной системе, можно жирную пятёрочку ставить вот за анимацию. Вот кто анимирует, кто рисует вот это всё. Можно... Ладно, не пятёрочку, 4 и 5. 4 и 5. Героический, двуручный меч и кинжал. Спирон. Дальше у нас спирон. Парные мечи, орб. Гном. Крутая фарм-машина, просто орбовская фарм-машина. Джена героический. Кинжал. Древковое оружие. Конечно, шипы. Вот это всё очень круто выглядит. Джена. Иван. Героический, двуручный меч, парные мечи. Такой ахиллес, слушайте. Героический, тёмный эльф, двуручный меч, одноручный меч. Не, круто вообще, готично, круто. Тесс. Героический, посох и парные мечи. Очень круто. Неплохая карта, очень неплохая. Крестоносец Виса. Редкий. Парные мечи, орб. Борец огня Виса. Тёмный ночной странник Виса. Редкий. Кинжал. Древковое оружие. Также добавлены коллекции новых классов. Также добавлена система ранга мира. Система ранга мира присваивает каждому миру ранг, который основан на боевой и экономической активности. И на каждом ранге свои бонусы. Активность мира растёт за счёт торговли при помощи обмена и возврата опыта предметов после смерти. Сброс подсчёта происходит во время ивента явления Гранд Кайна. Положительный эффект, который зависит от ранга мира, накладывается на всех персонажей в мире. Возможность появления пробуждённого босса зависит от ранга мира. Видим бонусы. Первый ранг ничего. Второй ранг. Видим плюс 5% к опыту и увеличение накопления энергии. Если будет пятый уровень, это плюс 20% к адени и бонус к опыту. Увеличение накопления энергии 50%. Интересно. Очень интересно. Добавлен ивент явления Гранд Кайна. Явление Гранд Кайна проводится случайным образом каждые 2 недели до начала осады Адена. Во время явления Гранд Кайна меняется обстановка в мире. Освещение становится тёмным. Появляются удары молний. И по этим признакам игроки понимают, что начинается явление Гранд Кайна. После окончания осады Адена на определённый период времени в замке Аден появляется портал явления Гранд Кайна. Если переместиться при помощи этого портала вместе с членами клана, то можно получить частицы Гранд Кайна, которые попали в материальный мир. Во время завершения осады замка Аден персонажи на площади замка Аден в области осады получат положительный эффект клеймо Гранд Кайна. Чем выше ранг мира, тем выше шанс, что там произойдёт явление Гранд Кайна. Клеймо Гранд Кайна даётся на 24 часа бонус к опыту накоплению энергии плюс 25%. Бонус к опыту плюс 10% и накопление энергии плюс 25%. Время действия 24 часа. В зависимости от ранга мира меняется количество частиц Гранд Кайна и другие награды. Первый тёмный калига, второй тёмный калига. Это ранг мира и получается это боссы, да? Добавлены две новые зоны охоты в Адене, раскалённые топи и зоны охоты для персонажей высокого уровня. Пламя Вечности. Из-за отрицательного эффекта в зоне охоты Пламя Вечности недоступна случайная телепортация. Вас ждут новые задания и территории в новых локациях. Так, вот видим эти новые локации. 95 тысяч на телепортацию. Видим, кольцо на огонь нужно. 460 тысяч опыта. Да, 460 тысяч опыта. Ну как я бью этих мобов 3 года, то толку нет. Добавлены три новые групповые подземелья. Казармы Кетра. Последний сад. Серый алтарь. Цель одолеть Кетру. Защитить Тван Солида. Одолеть Хатуру. Уничтожить монстров на каждом этапе. Одолеть проклятого Круму. Видим изменения. Теперь добавилось ещё три групповых подземелья по дням. Воскресенье, понедельник. Серый алтарь. А тайное охранилище Небулита в четверг. Один раз в день. Обновление. Раз в сутки. От одного до четырёх персонажей. Также лёгкие, средние и трудные. Видим, что в групповых подземельях разные награды. Серый алтарь. Сундук со свитком поручения храма от одного до трёх штук даётся. Последний сад. Кристалл души от шести. Раз. Раз и кристалл души до одиннадцати раз. Может рандомным образом, я так понимаю. И казармы Кетра. Зелье пробуждения низкого качества три штуки. Или зелье пробуждения среднего качества одна штука. Завершается второй сезон храма Зепара. Добавлены новые категории предметов для коллекции. Героические. Давайте хотя бы весь урон. Точность. Это возрастут цены на героические предметы. И некоторые синие. Я так понимаю. Добавлены героические предметы в коллекцию. Свиток снятия освещения можно купить у бокалейщика по оселениях за пятьдесят тысяч адены. За снятие эффекта освещения при помощи свитка взимается комиссия в размере двадцати тысяч адены. В списке товаров добавлен новый предмет. Зелье пробуждения среднего качества. У персонажей восьмидесятого уровня и выше снижена трата энергии. Энхасад. Теперь эффект увеличивает бонус уменьшения расхода энергии. Который применяется на каждом уровне начиная с пятьдесятого уровня. Будет дополнительно увеличиваться с восьмидесятого уровня. Уменьшена цена создания предметов карта Агатиона. Сладкий мишка. Та ты шо. Вот это я понимаю. Семьсот пятьдесят тысяч это наныли. Спасибо вам. Спасибо очки вам что наныли вы мои сладенькие. Я в вас не сомневался. То что полтора миллиарда это просто колоссальная цена. А вот семьсот пятьдесят тысяч я смогу нормально в замке покачаться. Потому что я задолбался эту Адену фармить. Даже уже на зарыще стал ходить. Потому что полтора миллиарда за месяц нафармить. Ну это лишь бы чтобы донатили. Ну вы сами понимаете. На синенький кристалл нужно теперь двести пятьдесят миллионов. И на красненький пятьсот миллионов. Очень круто. Очень. Thank you very much. Начинается третий сезон Острова Древних. Так. Ну за Остров Древних я пропускаю. Кому интересно почитайте. Если вы хотите чтобы я там читал какие-то новости о Острове Древних. Пишите в комментариях. Я буду читать. Если вы этого хотите. А так нет. Информация об обычных исправлениях и улучшениях. Возможность появления пробужденного босса зависит от ранга мира. Максимальное число использованных эликсиров увеличено с тридцати до сорока. И так же теперь можно получить пуш уведомления об исчерпании запаса стрел во время игры без подключения к сети. Даже в режиме Purple On. Отображается информация так же как и пуш уведомления из приложения. Так. И донат магазин. Давайте. Донат магазин. И потом мое любимое это комментарии. Донат магазин. Мы видим тут набор с браслетом Веры. Добавлен браслет Веры. Так его нигде не получить. Только за донат. Можно купить вот такой вот сундучок. Попытаться вточить его на плюс 5. Потому что он дает очень неплохие показатели. Вот я не знаю покупать или нет. Вот так же можно браслет Веры купить 120 алмазов. Не хотя бы третий браслет то что третий браслет дает ну при заточке точность и при плюс 3 выше увеличивает шанс двойного урона. Очень так то неплохой браслет Веры. Ну и так же вы можете купить за 2000 алмазов сразу 40 браслетов Веры. Добавлены песочные часы которые дают бонус копыту весь урон. Макс хп. Уменьшение расхода энергии. Увеличение накопления энергии анхасад. Также за эти часы можно создать вот видим нужно 3840 единиц этого итема. И вы сможете попробовать создать владычество на выбор. Лук, арбалет, посох, орб. Ну и так же можно создать вот разные карты класса. Карты агатена, карты улучшенного класса. Боевая книга умений. Синие скиллы. 100% шанс создания сундук с поособием. Чистый эликсир. Рецепт редкого предмета. Благословенные камни. Редкие чернила. Можно преобразовать эти часы в 6 часов сразу. Кристалл души 11 раз. Сверкающий сундук удачи с орденами славы. Также очки пробуждения. Карты вечности класса и агатиона. Карты испытания даже можно. Эти часы идут в паках. Песчаные часы. С одного пака до 100 штук. Можно создать разные предметы. Также пак с картами класса. Аналогично. Чистый эликсир. Реликвия энергии. Песочные часы. Вот сделали бы они так, что засунули бы, к примеру, в сезонный пропуск эту брошь. Финальная награда была бы очень круто. Или там... Они даже вот этот ежедневный бонус не засунули эту брошь. Но брошь стоящая. Не знаю. Брать вот этот пак? Брать. Очередной контент для донатеров. Дроп синьки почему не вернули? Напишите, а какой синьки дропы? Он имеет в виду... Пень какая-то. Одни ошибки. То же самое на ПК ошибка. Если у вас на ПК ошибка, нажмите проверка файлов. Шикарное обновление. На ПК ошибка и на телефоне просто закрывается. Ага. По поводу дропа согласен. Лок как дроп ужасный стал. Проверку файлов сделаем. Мне помогло от ошибки. Ошибка при запуске. Красные колы и возбужденные кла... Чего? Возбужденные классы? У нас же в игре 99,9% игроков от краснухи уже плюются и не знают куда девать. И все давно уже на фиолетовых картах. Я со старта ни одной краснухи не выбил ни разу. Алло, вы хоть сами знаете, как у вас в игре дела происходят ущербы? Мне кажется, что-то они надумают. Главное, чтобы вернули шанс дропа редких шмоток нормальный, а не вот это вот, что было. Напишите ваши комментарии. Об этом, пожалуйста, очень интересно узнать. Ладно, с вами был Розе. Всем до новых встреч. Вот такие вот обновления. Как вам обновления? Пишите в комментариях. Делитесь вашим мнением. Мне это очень важно. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok